Сердечно-сосудистая система это отдельно сердце, отдельно сосуды, а кровь у нас осталась в кровотворной системе. Вы это уяснили, да? Это важно. Итак, сердце. Сердце. Делится на две части. Да что такое? Когда вверх новый фломастер, абсолютно. Делится на две части. Правое сердце и левое сердце. Соответственно, большой круг кровообращения и малый круг кровообращения. Здесь находятся легкие. Сердце сократилось. Кровь ушла. Сначала она идет в артерию. Потом переходит в органы. Желудок, поджелудочная. Печень и так далее. В органах, как мы уже договорились, однослойные капилляры. А между органами многослойные артерии, артериолы. Когда кровь идет по малому кругу, она насыщается кислородом. Кислород. Когда она ступкается и уходит от сердца, она еще несет кислород. Этот кислород попадает в органы. И от органов уже отходит кровь, которая несет углекислый газ. То есть в орган заходит артериальная кровь. Из органа заходит гвенозная кровь. У сердца нету присасывающего мотора. То есть я сейчас сказала важную вещь. Сердце выталкивает кровь путем сокращения. Кровь пошла. А присасывающего механизма нету. Поэтому кровь толкает сама себя. Каждая следующая порция крови толкает предыдущую и проталкивает ее через все органы. Дальше кровь начинает подниматься. И так происходит круговорот. Вы слышали скорость полметра в секунду. Если мы высотой полтора метра, то за три секунды кровь упала. Раз, два, три. За 4-5 секунд она поднимается. Там бешеный кровоток. То есть скорость кровотока практически. Даже понять нельзя, как на такой скорости это все происходит. У сердца есть две вещи. Первая вещь – это мышца сердца. Что такое мышца сердца? Возвращаемся. Это ткань, в которой клетка сердца, много клеток сердца. И через которую проходит сотнут. И есть еще мышечные волокна, которые заставляют сокращаться. Пол секунды сердце сжимается. Кровь вышкакивает. И пол секунды сердце расслабляется. Кровь заскакивает в правую половину. Выскакивает, заскакивает. Такой народный язык, да? Я не буду говорить фазу дилатации, фазу там и так далее. Понятно? То есть сердце сжалось, кровь вышла. Сердце расслабилось, кровь зашла. И там должно быть поровну. 50 на 50. Это возможно только принятие 72-78 ударов в минуту. Если 72, раз, два, три, то он успевает сердце за пол секунды сжаться, пол секунды расслабиться. Если частота 80, 85, 90, 95, то сердце все равно сжимается пол секунды. Ему на это надо последовательное сжатие, чтобы выдавить кровь. Если вы возьмете пакет и сожмете его, то из него выйдет вода. Точно так же и сердце. Оно сжимается, и кровь выходит. Но оно не успеет расслабиться. И оно все время будет обхрадывать отдых. То есть в ту секунду, когда сердце выталкивает, оно работает. И когда оно расслабляется, оно отдыхает. Потому что там происходят процессы восстановления. Потому что наш мозг отдыхает ночью. Когда мы спим, когда мы отключаемся, когда мы молимся и так далее. Сейчас установлено, что во время молитвы кора головного мозга полностью отключается. Почему? Во время медитации она не отключается полностью. Она переходит на альфоризмы. А во время молитвы она полностью отключается. То есть только подкорковая структура работает. Так вот, кора может отдыхать только когда-нибудь. Вы отвлеклись, кора отдыхает, да? А сердце никогда не может отдыхать. Вы спите, оно работает, вы сидите, оно работает. Но только когда вы активны, оно более сильно работает. Когда вы пассивны во сне, оно работает на пониженных оборотах. Это как машина на холостом ходу. Вот приблизительно такое же. И число оборотов должно быть 72-78 в одну минуту. Что мы делаем? Если мы заметили, что у нас 80-90, мы начинаем снижать число оборотов. В результате мы теряем кислород. Мы до этого дойдем. Итак, здесь все понятно. У сердца две половины. Когда он сжимается, кровь выходит. Когда она расслабляется, снизу поднимается другая кровь, и она заходит. Но предварительно она уже прошла все внутренние органы. Она уже прошла печень. Она уже прошла макшу. Она уже прошла мочевой пузырь. Она уже побывала во всех мышцах. Она уже принесла туда все питательное. Что питательное? 28, 12, 15, 3, 7 гормоны, ферменты, все. А унесла яды, метаболиты, органические кислоты. И часть уже ушла через печень и через почки. Уже ушла на выход. То есть кровь как бы все время чистится через мембраны. Так вот, когда она идет вниз, она несет питательные вещества. Когда она доходит до печени и до почек, яды забираются, уходят. А кровь чистая абсолютно снова идет в сердце. Чистая кровь. И чистая лимба сюда же подойдет. Что же такое артериальное давление? Вот представьте себе сосуд, в который надо затолкать какой-то определенный объем жидкости. У сосуда есть стенки. И есть давление самого сердца. Которое под определенной силой заталкивает в стенки сосуда жидкость. Что может случиться, чтобы это давление изменилось? Вероятно, должны быть какие-то причины. Для того, чтобы давление как-то изменилось. Итак, первая причина. Повышение артериального давления, то есть сужение сосуда. Первая причина. Мы пойдем не по той классификации, по которой ходят врачи. Когда будет инфаркт, вы придете, вам врач все объяснит. То, что вы недослышащи сейчас. Но лучше, чтобы вы сейчас услышали. Итак, чтобы как-то отреагировало давление. Нужны создавшиеся условия. И первым условием, когда организм вынужден будет сжать сосуды и повысить в них давление, является густая кровь. Например, человек не выпил воды. При этом он три раза сходил в туалет. Выделил, допустим, 250 грамм мочи. Количество жидкости в организме уменьшилось на 250 миллилитров. Основным потребителем воды является головной мозг, мышцы, мочевой пузырь и почки. Основным потребителем – переработчиком воды. В крови должно быть все время 5,5 литров. Если, например, человек не допил воды, у организма есть резец, кишечник.